Приветствую всех на новом выпуске автоистории. Долгое время я как-то обходил стороной марку Opel. Настало время реабилитироваться. Сегодня я приготовил для вас злые версии легендарного кадета. Поехали! Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надёжный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания. Итак, начнём с того, что хэтчбэк Opel Kadett E – очень удачное поколение, дебютировавшее в 1984-м. Его дизайн очень долго не устаревал, и до сих пор по дорогам России колесят реинкарнировавшиеся версии кадета в лице Deo Nexia. Знали бы их хозяева, что в том же 1984-м дебютировала горячая версия GSI, которая целилась прямиком в Golf GTI. Вообще, аббревиатура GSI обозначает не что иное, как Grand Sport Injection и подчёркивает заряженность тогдашних моделей Opel. Ну так вот. Первая версия располагала восьмиклапанным 1,8-литровым мотором со впрыском мощностью 115 лошадиных сил. Неплохой обвес позволял достичь рекордно низкого для тогдашних хэтчей коэффициента в 0,30. Доработанная подвеска и спортивный салон делали Kadett GSI очень выгодной альтернативой Golf GTI. Первую сотню такая машинка разменивала всего за 9 секунд и могла разогнаться аж до 200 км в час. Вы только посмотрите, как в те, казалось бы, допотопные годы управлялся, казалось бы, ничем не примечательный Opel. Плюс маленький Opel уже тогда мог похвастаться шикарной электронной приборной панелью. Звучит даже как-то дико. Дальше больше. Уже к 1987, а в каких-то данных 1986 году на свет появляется уже 2-литровая 8-клапанная модификация, которую инженеры раскачивают до 130 сил. Крутость 2-литрового Kadetta на фоне конкурента заключалась в том, что еще в этой версии он ехал лучше, чем второй Golf, да еще и в 16-клапанной 139-сильной версии GTI. Собственно, мощность мотора при одинаковом литраже даже выше, чем на 320-й шестицилиндровой трешке BMW тех лет. Квотер в 16 секунд ровно у них был одинаковый. Зато Opel разгонялся за счет космической аэродинамики аж до 211 км в час против 203 у квадратного на его фоне гольфа. 1988 год, помимо хита Vennet's Love, Ван Халлена принес еще и под капот кадета суперпрогрессивные технологии. Там поселился 2-литровый силовой агрегат 20XE, который мог похвастаться уже 16-клапанной головкой блока и просто поразительной мощностью в 156 сил в своей бескатализаторной версии. Именно тогда GSI стал валить, мягко говоря, не по-детски. Сотню с места какой-то серийный Opel пролетал за 7,7 секунды. Это уровень топовой, помимо M5 пятерки BMW 535 E34 с 211-ти сильным мотором и на механике. А знаете, за сколько эта машинка проезжала квотер? Всего-навсего за 15,55 и то в 150-ти сильной версии с катализатором. Очень быстро, учитывая, что оригинальная 200-сильная M3 E30 проезжала квотер за 15-15,3 секунды. При этом GSI стоил на уровне не едущего, в кавычках, конечно же, 16-клапанного Golf GTI. А уже в 90-м увидела свет амалогационная версия для ралли группы N, которую выпустили ограниченным тиражом. 16-клапанный мотор получил злые распредвалы Шрик. Диаметр впускных каналов был увеличен. Возросла степень сжатия и инженеры применили новую прошивку. В итоге маленький кадет обзавелся мощностью в 170 сил и всего с 2 литров. Плюс ко всему машинка, получившая прозвище Super Boss, располагала блокируемым передним дифференциалом, заниженной подвеской от конторы Irmshire и ехала еще быстрее 156-ти сильной версии. А как вам вот этот уже тюнинг-вариант GSI из 80-х от конторы Matic? Просто сумасшедший пакет White Body. Вы вдумайтесь только, широченные арки скрывали в своих недрах 245-ти миллиметровые шины спереди и аж 345-ти миллиметровые шины сзади. Размерчик под стать топовым Lamborghini тех лет. А вот вам пакет расширения от конторы Schneider. Бочина в стиле модной тогда тестороссы, диски BBS с гипертрофированным вылетом и той же гигантской шириной покрышек в 345 миллиметров. Фонари от Ascony и какой-то неповторимый стиль. Раздутый кабрик от Matic выглядит тоже ничего. Не менее стильно смотрится GSI в обвесе Rigger. Желтый цвет ему кстати к лицу. В общем опеля в те годы действительно давали жару. И как нельзя кстати, таким тюнинг игрушкам на базе кадет, думаю, очень подходит песня Sharp Dressed Man группы ZZ Top. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки и делайте репосты. Также в комментариях пишите, на каком интересном опеле катались вы. А в комментариях в инстаграме я жду предложений для новых роликов. Ссылка в описании.